По рекомендации Соколова в водоемы курорта выпускали мальков рыбы гамбузии, которая питается личинками малярийного комара. А для сушения заболоченных мест, где водились опасные насекомые, начали высаживать влаголюбивые эвкалипты. Полностью победить малярию в городе смогли только в 1956 году. В Сочи чтят память Сергея Соколова у здания противомалярийной станции в центре курорта установлен бюст выдающегося бактериолога. Продолжаются и высадки эвкалиптов. Накануне новые деревья появились в Эмеретинской низменности. Это место выбрали по двум причинам. Во-первых, это болотистая территория. Она самая подходящая для этих деревьев. И эвкалипты будут выполнять там фактически две функции. Осушать местность и помогать бороться с комарами, которые являются переносчиками малярии. Деревья высаживали врачи, педагоги и школьники. И, соответственно, в Сочи появились две аллеи. Одна с названием «Образование в Орнитопарке», и вторая ей дали имя «Медицина» в районе отеля «Азимут». Именные деревья посадили мэр Сочи Анатолий Пахомов, замглавы города Ирина Романец и руководители Управления здравоохранения и образования. Эти деревья, эвкалипты, это значит чистый воздух, это значит здоровье, наследие, которое оставляем мы нашему району. Я сам родился в Адлерском районе, вырос здесь сейчас, работаю в поликлинике, которую обслуживает Адлерский район. Поэтому эта аллея – это частичка, скажем так, души каждого из главных врачей. Добавлю, что это далеко не последняя экологическая акция. По заявкам ТОСов, сейчас составляют списки пенсионеров, которые готовы посадить эвкалипты у себя во дворах. Им саженцы будут предоставлять бесплатно. И, кстати, стало известно, что на курорте вдоль новой Эмеретинской набережной появится сосновая аллея. Осталось лишь определиться с тем, какой именно питомник станет поставщиком саженцев.